привет привет вы на канале зеленый огород с вами елена март месяц я продолжаю посев томатов сегодня высеваю среднеспелые средне ранние сорта в начале апреля начну ранние сорта для открытого грунта и ежегодно выращиваю всегда несколько сортов в которых я очень уверена эти сорта меня никогда не подводят они показывают высокую урожайность у них отличный вкус и при любой погоде всегда завязываются плоды и сегодня подобрала 6 сортов томатов от агрофирма элита у них всегда хорошие семена всегда хорошая всхожесть семян и отличный урожай познакомлю вас шестью сортами которые я уже выращивала и в них я уверена на сто процентов и хочу протестировать в этом сезоне 100 пудов медовый гигант столыпин и богата хата ну а сейчас хочу познакомить с проверенными сортами томат пузата хата он на рынке появился в двенадцатом году и за 10 лет полюбился очень многим огородникам в том числе и мне это скороспелый сорт от всходов до плодоношения 103 110 дней если вы проживаете в прохладном регионе с коротким летом то конечно этот томат лучше всего высаживать в теплице ну а кто проживает на юге можно выращивать и в открытом грунте в теплице томат вытягивается до двух метров растение очень крепкая стебель толстый также у него очень длинные листья и все листья смотрят в стороны поэтому куст занимает очень много места и это нужно учитывать обычно это растение я формирую в два стебля все остальные пасынки удаляю первая кисть формируется над восьмым девятым листом кисти довольно длинные и в них формируется от четырех и до девяти плодов в прошлом сезоне у нас была очень холодная весна и начало лета поэтому плоды на 1 и 2 кисти поменяли свою форму у этого сорта это допустимо а вот когда началась хорошая погода все остальные кисти давали плоды абсолютно правильной формы они были кубовидные грушевидные ребристые очень красивые помидоры очень сочные плотные у них кожица тонкая но при этом она очень прочная и не растрескивается он с хорошей сладостью у него легкая легкая кислинка и потрясающий томатный аромат вы знаете настоящий томатный вкус и также хочу отметить что этот томат абсолютно ничем не болеет у него очень хороший иммунитет отличный томат и у него универсальное назначение он вкусен и в салатах и в любых консервациях сорт де барао царский вы знаете де барао в нашей стране появился в конце 90-х годов прошлого века и за 25 почти 30 лет появилось так много разновидностей де барао есть и золотой и гигант и полосатый и желтый ну каких только нет и буквально недавно в восемнадцатом году на рынке появились семена де барао царский в прошлом году я его попробовала первый раз он показал стопроцентное завязывание плодов при том что у нас в прошлом году была очень холодная весна очень холодный июнь и лето началось практически с июля это среднеспелый сорт 110 120 дней от сходов но могу сразу же сказать что он скорее всего ведет себя как средне поздний потому что первые плоды начали созревать только после 15 августа растение высокорослое вырастает больше двух метров кто меня смотрит знает что я обычно высаживаю в лунку два растения так вот этот сорт нужно высаживать один куст в лунку потому что он вырастает мощнейший стебли крепкие у него длинные листья и все они смотрят горизонтально в сторону занимает очень много места у него нужно своевременно убирать пасынки потому что их образуется довольно много поэтому в 5-7 дней один раз нужно обязательно удалять пасынки если этого не делать то ваше растение превратится просто в джунгли первая кисть формируется над девятым листом ну а последующие через два-три листа по строению кисти довольно сложные и в них формируется до 8 плодов место крепления кстати очень маленькая и аккуратная но при этом плоды не осыпаются форма плодов сливовидная яйцевидная и в зависимости от погоды на одном кусте плоды могут формироваться и с маленьким носиком и без носика вес помидоров от 110 до 150 граммов и они абсолютно одинаковые формируются и на нижних кистях и на верхних томаты плотные сочные и достаточно мясистые кожица у них тонкая очень эластичная не растрескивается в свежем виде помидоры вкусные сладкие с легкой кислинкой эти помидоры я собирала до конца дачного сезона сорт потрясающе урожайный и когда мы посчитали сколько мы собрали томатов то с одного куста мы собрали 8 килограммов за счет того что в этих томатах очень много сухих веществ они долго хранятся больше двух месяцев они не портятся они просто начинают чуть-чуть усыхать томат амурский тигр очень люблю этот сорт он на рынке семян появился сравнительно недавно в пятнадцатом году но за эти несколько лет многие огородники его уже испытали познакомились с ним и полюбили если кто-то еще не выращивал просто советую вам его вырастить это среднеспелое растение от всходов до начала плодоношения 108 112 дней и вы знаете в начале июля мы уже начинаем лакомиться этим вкусным сортом плодоношение у него очень длительное поэтому можно и плоды собирать до конца дачного сезона в теплице вырастает растение до двух метров если вы проживаете в регионе с коротким летом то конечно лучше всего выращивать в теплице или под пленочными укрытиями ну а на юге можно выращивать и в открытом грунте куст я всегда формирую в два стебля пасынков у него образуется немного поэтому раз в десять дней формировать его будет достаточно листьев на нем немного поэтому плоды получают достаточно солнечного света а ведь мы с вами знаем чем больше солнца получат наши плоды тем они будут слаще первая кисть завязывается довольно низко над седьмым листом последующие кисти через два три листа кисти довольно сложные и в одной кисти может быть от 6 и до 12 плодов но нужно помнить что чем больше плодов будет в одной кисти тем ниже будет их вес и если наоборот нормировать кисть оставлять 45 плодов то плоды будут очень тяжелые вообще вес плодов заявлен от 150 и до 500 грамм но вы знаете те кисти которые я нормировала вес плодов был и до 700 грамм ну и конечно этот томат никого не оставляет равнодушным он очень красивый все кто заходил в теплицу спрашивали что это за чудо на красно-бордовом фоне присутствует золотисто оливковые полосы название сорта оправдывает его цвет они действительно похожи на тигров цвет мякоти вишнево красный на разрезе томат многокамерный семян не очень много томат сочный сахарный довольно плотный он не течет вкус сладкий с легкой кислинкой и у него очень запоминающиеся яркое послевкусие кожица тонкая и эластичная томаты не трещат также заметила что этот сорт очень устойчив к болезням его не едят никакие вредители и он хорошо переносит и жару и низкую температуру томат дамский угодник с очень оригинальным названием и не менее оригинальной формой плодов этот томат можно выращивать в любых регионах если вы проживаете в средней полосе на урале в сибири то конечно только в теплице а и в южных регионах можно выращивать и в открытом грунте характерная особенность этого сорта он завязывает помидоры при любых неблагоприятных условиях у него стопроцентная завязываемость а также показывает хорошую урожайность и отличный вкус это средний спелый сорт от всходов до начала плодоношения 110-115 дней лучше всего формировать растение в два стебля стебли довольно крепкие толстые но вот листья у него хотя и длинные но они все опущены вниз и много места это растение не занимает я заметила что в теплице когда температура поднимается больше 30 градусов когда очень ярко светит солнце все листья у него скручиваются трубочкой как только к вечеру температура опускается солнышко светит не так ярко листики все распрямляются это сортовая особенность не нужно этого пугаться это не болезнь пасынков образуется немного но все же их нужно вовремя убирать первая кисть формируется над 8 9 листом последующие через три листа в каждой кисти формируется от 4 и до 6 оригинальных плодов по форме они удлиненно цилиндрические длина у них достигает 13 сантиметров и плоды могут быть как с носиком так и без носика и у некоторых плодов это не просто носик огромный носище вес помидоров на нижних кистях до 250 грамм но выше томаты чуть-чуть мельчают и их вес 150 граммов плодоношение очень длительное до конца дачного сезона поверхность помидоров очень гладкая кожица тонкая и довольно эластичная помидоры не трещат плоды отличаются повышенной плотностью на разрезе мясистой сока практически нет а также очень мало семян мякоть нежная на вкус сладкая с легкой приятной кислинкой в помидорках сока почти нет но при этом они очень сочные и когда их откусываешь они не брызгают и не текут их можно использовать и в свежем виде и в любых заготовках а также они очень долго хранятся и еще я заметила что у них хороший устойчивый к заболеваниям но некоторые плоды были подвержены вершинной гнили это конечно моя ошибка поэтому чтобы избежать вершинной гнили томат нужно несколько раз подкормить под корень а также обрызгать по листу кальциевой селитрой и тогда томаты у вас будут здоровые а вообще томат очень вкусный и его стоит выращивать сорт сахарный бизон очень люблю его он терпеливый ко всем нашим уральским погодным условиям всегда показывает высокую урожайность но и конечно у него отличный вкус этот сорт можно выращивать абсолютно во всех регионах можно выращивать и в теплицах и в открытом грунте и под пленочными укрытиями это индетерминантное растение в теплице вырастает больше двух метров по срокам созревания это средне спелое растение 105 110 дней и могу точно сказать что этот томат у вас будет давать самые первые плоды в начале июля мы уже начинаем лакомиться сахарным бизоном лучше всего растения формировать в два стебля стебли очень крепкие а вот облиственность очень средняя при этом листья не классического типа они очень длинные и все опущены вниз плоды прекрасно освещаются солнцем и получают много солнечного света еще характерная особенность этого сорта первая кисть начинает завязываться над шестым седьмым листом согласитесь это очень рано потому что обычно индеты завязывают над девятым десятым листом кисти потом завязываются через один два листа кисти длинные может быть от трех до восьми помидоров иногда они требуют отдельной подвязки так как помидоры вырастают очень крупные от 200 и до 600 граммов для получения большого урожая растения конечно нужно вовремя посынковать хотя опасенков образуется умеренное количество но тем не менее их нужно убирать вовремя помидоры средней плотности кожица у них не трещит на разрезе они многокамерные мясистые сахарные сочные но не водянистые семян очень мало вкус томатов сладкий с легкой кислинкой и потрясающим послевкусием сахарный бизон показывает всегда отличную урожайность с одного куста можно собрать 6-7 килограммов вот таких красивых красивых помидоров томат клюква в сахаре это раннеспелый детерминатный сорт который можно выращивать не только как горшечную культуру но его можно выращивать и в открытом грунте и в теплицах и под пленочными временными укрытиями в общем хоть где и он везде хорошо плодоносит это очень раннее растение у него созревание на сотый день куст компактный штамбовый высота растения 25-35 сантиметров не требует формирования и посынкования но его все-таки стоит подвязать колышку потому что он очень сильно нагружается плодами и может упасть на землю плоды плотные ярко-красного цвета вес у них до 20 граммов в этом сезоне я этот томат хочу высадить и в открытый грунт а также в теплицу в ноги к высокорослым томатам потому что пока у нас еще только высокорослые будут расти и наливаться клюква уже будет давать первый урожай ну а теперь хочу представить 4 новинки для меня которые мне посоветовали вырастить мои подписчики и первый сорт называется сто пудов очень многие его сравнивают вот с этим томатом пузата хата они действительно чем-то похожи но в комментариях многие пишут что они отличаются это я обязательно испытаю в этом году я высажу рядышком и мы с вами потом будем наблюдать как они развиваются и действительно ли они так похожи по отзывам многих огородников сорт отличается неприхотливостью длительным плодоношением и устойчивостью ко многим заболеваниям в регионах с коротким летом его можно выращивать в теплицах и под пленочными укрытиями ну а в южных конечно в открытом грунте сорт индетерминантных теплицы вырастает больше двух метров а в открытом грунте до полутора метров сорт среднеспелый от всходов до плодоношения 110 115 дней и что приятно первая кисть формируется очень низко над шестым седьмым листом а вот последующие кисти через три листа в каждой кисти формируется до шести плодов ну как он у меня будет расти мы с вами посмотрим сорт медовый гигант в этом году ему исполняется уже 20 лет и за эти годы он завоевал популярность за свою крупноплодность высокую урожайность крепкий иммунитет и отличные вкусовые качества его можно выращивать во всех регионах в регионах с коротким летом в теплице а вот в южных регионах в открытом грунте сорт индетерминантный высокорослый в теплице вытягивается до двух метров а вот в открытом грунте метр двадцать метр пятьдесят томат среднеспелый от сходов до начала плодоношения 110 115 дней куст мощный как все отмечают но у него очень длинные листья и их немного плоды очень хорошо прогреваются на солнце и они получают очень много сахаров также все отмечают что все томаты на этом растении крупных мелких вообще не бывает средний вес томатов от 250 до 400 грамм но по отзывам многих огородников если за томатом хорошо ухаживать вовремя поливать подкармливать некоторые томаты могут достигать 1 килограмма ну что ж испытаем какой у меня вырастет томат томат столыпин очень многие мои подписчики писали только положительные отзывы об этом сорте он очень скороспелый и холодостойкий его можно выращивать абсолютно в любых климатических зонах в открытом грунте или под временными пленочными укрытиями это очень ранний томат который созревает на 95 105 день высота растения в открытом грунте 60 сантиметров или метр а вот в теплице может вытягиваться до полутора метров куст среднеоблиственный листьев на нем не очень много если вы будете выращивать растение в открытом грунте то можно его формировать только до первой цветущей кисти растение конечно требует подвязки потому что очень сильно нагружается плодами плоды красивые кубовидные кстати первая кисть начинает завязываться над пятым шестым листом и в одной кисти от 6 и до 10 вот таких красивых розовоплодных томатов вес томатов может быть от 100 и до 180 граммов и все отмечают что томат очень вкусный сочный и сладкий посмотрим что вырастет у меня томат богата хата это гибрид это отличный выбор для тех кто хочет получить хороший большой ранний урожай помидоров можно выращивать абсолютно во всех климатических зонах он прекрасно переносится весеннюю погоду когда у нас скачет температура поэтому не страдает от холодных весенних ночей можно выращивать в открытом грунте можно выращивать под пленочными укрытиями это ранний спелый гибрид от начала всходов и до плодоношения 95 105 дней растение детерминатная штамповая в открытом грунте вырастает до 60 сантиметров ему требуется опора частичное посынкование и лучше всего его чуть-чуть формировать первая кисть завязывается над пятым шестым листом последующие кисти или через один лист или даже в каждом междоузли кисти могут быть и простые и сложные в которых формируется от 6 и до 12 помидоров средний вес плодов от 100 до 150 граммов но также встречаются и помидоры весом от 200 до 250 грамм помидоры плотные мясистые сочные и довольно сладкие некоторые огородники рекомендуют подвязывать и кисти потому что на них вызревают очень крупные томаты их много и одна кисть может достигать двух килограммов ну вот я вас познакомила с шестью сортами в которых я уверена они урожайные они мне нравятся и 4 новинки посмотрим что вырастет на на этом все если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал пока пока